Всем привет! Сегодня мы снова окунемся в мир Лего и посмотрим, какие еще невероятные конструкции были созданы из этой далеко не детской забавы. Это самый большой пассажирский самолет в мире, построенный из конструктора Лего. Он является уменьшенной копией известного аэробуса А380, созданного из 100 килограмм деталей восьми цветов в масштабе 1 к 25. В процессе создания невероятной конструкции было использовано умопомрачительное количество кубиков – 75 тысяч. Поэтому габариты Лего самолета также впечатляют – ширина 2 метра и длина 2,5 метра. Более того, конструкция раздвигается напополам, что позволяет созерцать в деталях интерьер гигантского трехэтажного сооружения. Точность детализации также вызывает восторг, поскольку создатель копии продумал все до мелочей. На положенных местах располагаются шасси, баки для топлива, тележки для багажа, воздушные тормоза и даже предусмотренные посадочные огни. На работу ушло порядка 12 месяцев. Оригинальный Airbus A380 является широкофюзеляжным двухпалубным четырехдвигательным реактивным пассажирским самолетом. Он считается крупнейшим серийным авиалайнером в мире, так как имеет высоту 24,08 метра, длину 72,75 метра, размах крыла 79,75 метра. Вместимость составляет 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации, может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15400 километров. За время эксплуатации аэробусов случались различные происшествия, одно из которых, несмотря на все обстоятельства, имело счастливый конец. 12 апреля 2011 года самолет авиакомпании Air France, готовясь к вылету из Нью-Йорка, зацепил крылом хвост самолета CRJ-700 авиакомпании Delta Airlines. На борту лайнера французской компании находилось 475 пассажиров, на борту Delta Airlines 62. Самолеты получили серьезные повреждения, но никто из пассажиров и персонала аэропорта не пострадал. Сложно поверить, что это судно создано полностью из лего. Бесстрашный создатель Ed Diamond подобрал масштаб для своего творения 1 к 40. Его длина составляет 7 метров, что делает авианосец наибольшим среди подобных лего-судин на сегодня. Необычный корабль располагается в Нью-Йоркском морском воздушном космическом музее, где каждый желающий может увидеть невероятную конструкцию своими глазами. Оригинальный авианосец известен под названием Intrepid и на русский язык переводится как «неустрашимый». Конструкция боевой машины времен Второй мировой войны впечатляет. Длина 273 метра, вес 42 тысячи тонн, имеет на борту 1600 люков и дверей, общая протяженность электрокабелей 32 тысячи километров. Взлетно-посадочная палуба принимала единовременно три футбольных матча. Прослужил Intrepid в составе ВМС США 31 год. Обладая богатой боевой историей, авианосец позже использовался НАСА в космических миссиях Mercury и Gemini для подбора спускаемых капсул в океане. После списания корабль хотели разобрать, но по инициативе миллионера Закарии Фишера он был превращен в корабль-музей и сегодня прибывает на 86-м пирсе в Нью-Йорке. Калифорния прославилась новым невероятным творением. Панорамной инсталляцией инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Располагается конструкция в местном Леголэнде, что еще больше привлекает внимание к первому президенту-афроамериканцу. Детализация инсталляции впечатляет, поскольку из множества лего-кубиков был построен не только белый дом, но и торжественный кортеж, автоколонна с полицейским эскортом, толпы аплодирующих зевак, заполнивших улицы, желающих лицезреть пластмассового президента и даже очереди миниатюрных людей в 4 биотуалета. Вся конструкция сделана только из лего, и кроме декоративных элементов, восторг вызывает великое множество фигурок гостей, репортеров, охранников и известных политических деятелей Америки. Например, образцовые строители, используя безликие кирпичики конструктора, попытались создать опознаваемые фигуры. Среди гостей бывший президент Джордж Буш, его жена Барбара, госсекретарь Хиллари Клинтон и ее муж, бывший президент Билл Клинтон. На каждую фигурку ушло порядка 30-40 кубиков, а на создание тысячи фигур понадобилось сотни тысяч деталей. Жена Обамы Мишель, его дочери Саша и Малия изображены в тот момент, когда Обама принимает президентскую присягу на ступенях Капитолия. Игрушка имеет одно главное отличие от реальной церемонии. Здесь президент присягает на передних ступенях Капитолия, чтобы обеспечить лучшую видимость посетителям, тогда как в реальности все происходило во внутреннем дворе. На первый взгляд конструкция выглядит как настоящий космический шаттл, но на самом деле это результат работы двух японских мастеров по лего творчеству. Они использовали 65 тысяч деталей лего и 1590 часов работы, чтобы реализовать свою идею. На сегодня это самый большой шаттл, сделанный из лего. Он даже оснащен командным центром и кнопкой, которая запускает обратный отсчет. Когда обратный отсчет заканчивается, появляется мигающий свет и начинает звучать ракета-носитель. Располагается невероятная конструкция в космическом центре НАСУ, и ее можно увидеть в местном парке развлечений. Теперь тандем конструкторов нацелен на сооружение самой высокой башни, желая обойти прежнюю рекордсменку почти в 30 метров, построенную энтузиастами в Вене. Полной функциональностью впечатляет конструкция от мастеров создания из лего конструктора. Необычная клавиатура отлично подойдет для скучающих в серых офисах рабочих, мечтающих вернуться в детство и поиграть в лего. Первая подобная конструкция появилась в 2005 году, только ее не смогли сделать полнофункциональной из-за большой сложности. Но вторая попытка получилась удачной, и в прошлом году вышла в мир клавиатура, сделанная полностью из лего деталей. Основанием для лего гаджета служит мембрана обычной клавиатуры. Разработчики необычной клавы считают ее намного круче стандартной, так как она оснащена мигающими индикаторами для того же капслока и других клавиш. Чтобы клавишами было удобно пользоваться, они сцеплены между собой специальными шарнирами. Так что удивительный гаджет имеет все шансы на полноценное использование. Эта конструкция была создана в апреле 2009 года из 51324 лего деталей. Ширина гаджета составила 2 метра, а вес 113 килограмм. Над полноценной копией Nintendo DSi Шону Кинни пришлось поработать больше 200 часов. Настоящая модель является игровой консолью третьего поколения, и считается прогрессивной версией за счет более тонкого корпуса, улучшенной динамики и добавленной флеш-памяти на 256 мегабайт. После своего выхода в мир, внушительная копия Nintendo DSi была установлена в международном магазине компании в Рокфеллер-центре, Нью-Йорк, где демонстрировалась на протяжении 6 месяцев. Каждый желающий мог сфотографироваться возле необычной конструкции. Чего только не собирали люди из цветных пластмассовых блоков культового конструктора лего. И дома, и самолеты, и поезда. Страстный поклонник классических американских машин, проживающий в Голландии, потратил около 4 месяцев для того, чтобы преобразить груду деталей в настоящий V-образный двигатель. 32-клапанный V8 с двумя распредвалами собран из деталей LEGO Technic. Автор провел за дизайном и сборкой агрегата около 300 часов. В результате 8-цилиндровый мотор заработал. Понятное дело, что в игрушечном двигателе внутреннего сгорания ничего не сгорает. Зато по заверениям автора проекта, каждая деталь двигается, как в настоящем V8. Ее создание было довольно длительным процессом, который растянулся на целый год. Поначалу разрабатывалась очень большая версия, которая не была завершена, поскольку катушки блокировали работу машины из-за недостаточно качественного прокручивания. Но после ряда доработок все-таки удалось соорудить машину для плетения, да еще и быстро работающую. Конструкция необычного механизма довольно проста. Есть два вращающихся поддона, на которых расположено еще три дополнительных. На каждом из них крутится три барабана и один зафиксирован по центру. Поддоны могут вращаться как против, так и по часовой стрелке. За счет использования движущейся оси создается рычаг, который заставляет бобины крутиться. Сам же процесс плетения заключается в произвольном скрещивании ниток, которые идут слева или справа и скручиваются между собой. Движение основных поддонов происходит синхронно, для чего используется цепь. В результате поддоны проворачиваются друг к другу лицом каждую треть поворота. Также существуют специальные элементы, контролирующие натяжение нитей, что позволяет регулировать плотность получаемой ткани. В результате пять барабанов непрерывно крутятся и с каждого нить уходит в выходное отверстие. Впоследствии такого движения получается косичка, которая накручивается на барабан. Для приведения в движение всей конструкции используется M-Motor. На такой машине для плетения можно за одну минуту получить до 35 сантиметров готовой сплетенной нити, что довольно неплохо для детского конструктора Лего. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А какую необычную конструкцию из Лего ты мечтаешь построить? Расскажи в комментариях. Не забываем. Лайк и подписка. Лучшая благодарность автору за работу.